Вообще говоря, речь пойдет сегодня об возобновляемых источниках энергии. Ветер, солнечная энергия, знаете такие вещи, да? Ну вот, наши энергетики, они к этому всему очень скептически относятся. Ну, простите, у нас нет таких постоянных мощных ветров, мы живем далеко от океанов. У нас большую часть года в средней полосе небо закрыто облаками, очень сложно что-то такое получить. Хотя технологии существуют, все эти ветрогенераторы, они уж в каждом популярном журнале обязательно такой огромный ветрогенератор, да? Крутится под напором ветра. Панели солнечных элементов, солнечных батареев, космос у нас. О, даже нас раньше были на этих, на калькуляторах была солнечная батарея, он работал от света, калькулятор, да, все нормально было. Но дело в том, что на самом деле солнечная энергетика не ограничивается только вот этими вот привычными теперь для нас уже полупроводниковыми элементами. Здесь идет вот о чем. Под действием солнечных лучей происходит разное тут у нас преобразование энергии. Но самое простое, это вырастает дерево, которое потом можно пустить на дрова, да? Чуть посложнее вырастает что-нибудь типа, я не знаю, гороха или кукуруза, которые потом можно переработать на топливо, да, для машин. Но дело не так интересно. Современные технологии, нанотехнологии придумали совершенно новые вещи. Нанотехнологии позволяют делать удивительно, так сказать, эффективные катализаторы разных процессов. Понимаете как? Самых необыкновенных процессов. Ну, например, под действием катализа можно заставить воду разлагаться на водород и кислород. Под действием солнечного излучения, например. Это же здорово, вот. И будет такой появляться вот набор вода, значит, кислород и водород, да, их можно разделять. Появляется возможность получить какие-то топливные элементы, да, это интересно. Еще интереснее есть. Придумали следующую вещь. Маленькие наночастички углерода или кремния, СИО-2, СИО-2, окиси кремния, покрытые тонким-тонким слоем золота. Золото это вообще любимый металл у тех, кто занимается нанотехнологией. Потому что он, может быть, тонкий очень слой. Любой другой металл в тонком слое, он просто прокорродирует, разрушится, от него следа не останется. А это ничего не делается, благородный металл, может не окисляется. На нем идут, он, роль катализатора иногда играет. Как платина, например, играет. Так вот, вода. В воде взвесь вот этого катализатора. Ну, муть фактически. И вода освещена солнечными лучами. На поверхности этого катализатора происходит локально испарение воды. Вода жидкая превращается в воду газообразную. Эти микропузырьки всплывают. И над поверхностью вот этой воды появляется пар. В принципе, говорят, так можно заставить работать паровую машину. Вот для сравнения, говорит, у нас тут на несколько процентов КПД выше, чем в солнечных батареях, значит, кремниевых. Но это не так страшно, потому что все остальное КПД съест паровая машина. Но пар водяной, понимаете, да? Можно из соленой воды получить опресненную воду. Замечательно есть. Представьте себе шлюпка, да, в море. На ней потерпевшие крушения люди. Солнце так и палит вокруг. Вода соленая. Нельзя ее пить. Ни в коем случае нельзя пить соленую воду, если нет другой воды. Лучше вот потихонечку высыхать. Так вот, достают приборы из аварийного комплекта. Заливают туда воду. А там этот порошок взболтали, на солнышко положили. И кап, 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 по капельке опресненная, дистиллированная вода. Вот он напился воды опресненной, нечистой. И может дальше грести веслами. Или поднимать парус. Или всматриваться в горизонт. Не увидит ли где-нибудь спасительный дымок парохода. Или парус. Ну вот так вот. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи. До свидания.